Итак, друзья, вот это занятие посвящено Маркетинг Кит, что это такое, для чего он нужен. Маркетинг Кит очень крутая вещь, это сборник информации о вашей компании, да, сколько лет работаем. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Сейчас я вам просто покажу пример одной из компаний. Очень круто сделали, довольно большой даже, я бы сказал, слишком, но, тем не менее, крутые ребята. Вот они такие, Уралбрус называется, да. Вообще презентация посвящена партнерству с архитекторами, но по факту получается, что они изложили все. Значит, вот Уралбрус, здравствуйте, содержание, преимущество компании, да, значит, менеджмент ее, обращение руководителя, география, значит, компания в цифрах, сколько построили квадратов, что мы еще умеем, посвящено продукт, вообще отрасли, да, деревянный дом, что это такое, почему это круто, значит, стилистике посвящена информация. Так, но преимущество вообще вот этой технологии, да, и пошло, и пошло, и поехало, опять это посвящено производству, да, ребята очень угорают по поводу своей компании технологической оснастки, вот, и пошло, пошло, пошло. Дальше идут предложения, давайте сотрудничать, дорогие архитекторы, давайте продавать дома, вот, обращение персоналей, да, мы же говорили о том, то, что сейчас покупают у людей, это очень круто, это должно быть, значит, и так далее. Пошло, пошло, пошло предложение, вот сам продукт, описание, какие-то кусочки продуктовой линейки, шаги взаимодействия, ну, то есть, маркетинг-кит, это полный такой набор про вашу фирму и про отношения с клиентом, да, что там может быть, значит, история компании, обращение руководителя, там, этапы сделок, как мы это все оформляем, как работаем с клиентами, примеры каких-то самых топовых проектов, портфолио, ну, то есть, все-все-все, что мы будем сейчас обсуждать, что составляет маркетинговую упаковку, это можно уместить в один большущий документ маркетинг-кит, в идеале, если он будет в онлайном формате и в офлайном, ну, например, вот, пример в таком виде напечатанный, да, красивый документ, в котором мы излагаем какие-то мысли, какие-то картинки, посвященные нашему, нашему бренду, этапы и все остальное, то есть, такой документ необходим в формате PDF, чтобы он был у вас, да, а также в формате в бумажном распечатанном, ну, то есть, это очень мега полезная вещь, она помогает менеджерам продавать и порождает очень крутой образ вашей компании в голове клиента, то, что мы вот такие чуваки. Итак, значит, туда в урок я добавляю сейчас примеры маркетинг-китов других компаний, пример, вернее, не пример, а мануал по написанию маркетинг-кита. У него нет четкой структуры, да, на рынке, вообще, чем больше, тем лучше, вот так вот считаете, чем больше блоков туда мы засунем разнообразно, его постоянно можно пополнять, дополнять, и в итоге у нас получится очень большая книга, которую приятно листать клиентам даже вот на досуге. Так, значит, в целом, я думаю, по маркетинг-киту все понятно, это описание компании, продуктов, всей нашей, ну, грубо говоря, того, что мы делаем, чем отличаемся от конкурентов, что хорошего можем предложить, обязательно туда нужно засунуть какой-то оффер, какое-то предложение, типа, давайте дело сейчас, давайте начнем с этого, и в подарок вы получите то. Вот, и значит, значит, большой блок нужно включить туда, блок посвященный, сейчас, секундочку, блок посвященный упаковке ответов на возражения клиента. Я вам сейчас расскажу уникальную методику, которую нас в свое время научили на бизнес-молодости, да, это действительно очень крутая вещь, и она поможет вам максимально ответить на вопросы, которые клиент не задавал, но которые волнуют клиента, и они участвуют в принятии решения. В общем, давайте в следующем уроке я расскажу вам про уникальную методику написания блоков для маркетинг-кит.